В рамках всероссийской акции «Мы вместе!» в горбольнице Азбеста прибыла гуманитарная помощь. Более двух тысяч средств индивидуальной защиты были доставлены в горбольницу Общероссийским народным фронтом. Насколько часто приходит такая помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал главный врач горбольницы Игорь Брагин. За последнее время появилась добрая традиция помогать больницам, которые работают по ликвидации коронавирусной инфекции. Мы самые первые в ней работаем, как ковидный госпиталь, поэтому нам помогают за последнее время очень-очень часто предприятия. Это Урал-Азбест, это Форес, различные предприниматели. А сегодня Общероссийский народный фронт оказал нам гуманитарную помощь в виде средств защиты. Расход идет, конечно же, колоссальный, потому что каждый медработник, его надо защитить, каждого медработника. Поэтому расход СИЗОВ идет большой. Это и халаты, и костюмы, и бахилы, и маски, и так далее. Вот сегодня специалисты Общероссийского народного фронта, гуманитарная помощь в виде масок, халатов, средств защиты, за что, конечно же, огромное спасибо. Любая помощь на сегодняшний день, она не то что благодарно воспринимается, она в принципе, скажем так, от души, которая идет, это очень хорошо, потому что каждого медика, еще раз повторюсь, надо защитить. В акции «Мы вместе» участвуют активисты Народного фронта, волонтеры-медики и Ассоциация волонтерских центров. В нашем же регионе это довольно-таки широкие волонтерское движение. У нас входит более 20 волонтерских организаций. Мы уже не один раз оказывали помощь благотворительным медицинским организациям, но все делали это своими силами. Сегодня же поступила партия из Москвы, из центрального штаба Всероссийской акции «Мы вместе». Непосредственно уже Москва взяла переговоры с представителями больницы и подбирала то, что им необходимо. Это маски, это очки, это защитные костюмы «Темп». То есть все, что на данный момент очень важно для работников медицинских. Азбестовская горбольница – это только первая остановка по доставке гуманитарной помощи. Вообще у нас пришло 6 наборов для 6 больниц. Сегодня у нас Азбест и Ирбит. Завтра у нас 2 больницы в Екатеринбурге. Недавно мы отправили в Шалинскую городскую больницу. И еще у нас остается Красноуральская городская больница. Координатор ОНФ Юлия Овчинникова отметила, что люди должны помогать друг другу. Это очень важно, когда в такую тяжелую ситуацию в стране люди друг другу помогают. Не зря мы называемся «Мы вместе». И если у нас есть возможность, мы всегда будем оказывать помощь. Потому что мы понимаем, даже вот сейчас мы работаем уже четвертый месяц. Да, нам тяжело. Мы уже ищем, как говорится, второе дыхание. Потому что вы сами понимаете, что в таком режиме работают. Но мы еще прекрасно понимаем, в каком режиме работают наши врачи. Еще раз им говорим спасибо. Людям же хотим сказать терпение к работе врачей. Пожелать им здоровья. И обязательно, обязательно беречь себя. И надеемся, что это все скоро закончится. Ситуация пока... Нельзя сказать, что она положительная. Заявки у нас идут. Спасибо всем ветеранам и пожилым людям, кто все-таки соблюдает самоизоляцию. И делает заявки на нашу горячую линию. И мы также продолжаем доставлять продукты маломобильным и пожилым людям. И еще раз хотелось бы напомнить, что даже если на улице солнышко и кажется, что все прекрасно. Пожалуйста, люди, соблюдайте самоизоляцию, соблюдайте социальную дистанцию, носите маски в общественных местах и особенно в общественном транспорте. Старшая медицинская сестра инфекционного отделения горбольницы высоко оценивает помощь ОНФ. Нам всегда нужна помощь. Мы не отказываемся ни от какой помощи. А тем более сейчас, в данное время, нам средства индивидуальной защиты очень нужны. Смена индивидуальных средств защиты идет постоянная. Потому что часто много работать в них нельзя для самих сотрудников. Но и мы и персоналу даем эти средства индивидуальной защиты, и пациентам тоже, чтобы они не заражали и рядом соседа своего. На сегодняшний день в горбольнице проходят лечение 80 человек. В том числе 34 ковидных, остальные с пневмонией. Больные в основном средней тяжести заболеваний, тяжелых больных немного. Но далеко не все больные азбестовцы, многие из прикрепленных территорий. Всего за горбольницей закреплены порядка 300 тысяч человек, включая территории Малышева, Ревтинского, Сухого Лога, Беллярского района, Камышлова. Юрий Чиликин, Максим Фетисов, Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова